Здравствуйте, с вами Марина Рыкальна. Еще раз напомню, что наша эфирная программа ушла на рождественские каникулы. Встретимся мы в эфире только через три недели. Но мы продолжаем готовиться к самому главному празднику Новому году. И надеюсь, что наши советы позволят вам сделать ваш праздник более сказочным, более стильным. Рождественский венок у многих из вас, у меня, кстати, тоже ассоциируется далеко не с праздником. Я про тот венок, который из хвои украшен какими-то красными цветами и повешен на входную дверь. Вот эта вот традиция, она немножко не наша, и она у нас приживается плохо. И я тоже никак не могу принять такой венок, поэтому венок делаю немножко другой. Даже сейчас вы можете нарезать на заборе дикий виноград. Это портена цисус, то есть девичий виноград. В принципе, подойдет любой. Можно веточки березы. Причем неважно, насколько аккуратно свернут этот венок, эта заготовка, потому что за декором все равно ничего видно не будет. Флористы для многих своих работ, для различных креплений, вот я в частности венок, скрепила, закрепила при помощи вот такой вот тонкой проволоки. Она называется проволока для гербер. Такая проволока очень легко режется при помощи вот таких вот щипчиков-кусачек. Главное оружие любого флориста это вот такой вот клеевой пистолет. К нему отдельно продается клей. Во флористических салонах можно найти именно маленький пистолет, а большие пистолеты вы найдете в строительном отделе. Такой пистолет дешевле, к нему проще найти клей, но на мой взгляд этот клей, скажем так, скрепляет части хуже, нежели маленький пистолет. Все декоративные элементы при помощи клея, проволоки вот так вот насаживаются для дальнейшей работы. Флористика это очень интересное занятие. Оно подходит как взрослым людям, так и хорошо развивает детей. Я, например, своей дочке, когда она была подростком, нанимала профессионального, грамотного флориста, который дома давала ей частные уроки по флористике. И пока ваши детки либо внуки растут, то есть в совсем еще молодом возрасте, вы можете уже дать им профессию, а вдруг она пригодится. Ну и, конечно, такие знания это огромная экономия. Вы можете сами собирать подарки своим близким, друзьям и знакомым. Те, кто владеет этими знаниями, им достаточно взглянуть на композицию, и уже понятно, как и из чего она собрана. Флористы это такие люди, у них не существует понятия мусора, каких-то ненужных вещей. Они как мыши тащат все в дом. Давайте посмотрим, что у меня сегодня лежит на столе. Все мои родственники знают, что пробки от вина выбрасывать ни в коем случае нельзя. Берем любые шишки, которые осыпаются из деревьев, неважно, хвойные это деревья, либо какие-то лиственные породы, и слегка припыляем краской из баллончика. Вот здесь белая краска можно взять серебряной или золотой, в зависимости от того, какую композицию вы хотите создать. Краска золотая, либо серебряная, в общем-то, любая. Во флористических салонах почему-то стоит очень дорого, поэтому я обычные баллончики с краской покупаю в Леруа Мерлен, это гораздо дешевле. В этом сезоне я отдыхала в Сочи, так вот ближе к концу лета там с деревьев осыпается вот неимоверное количество всевозможных красивых плодов. Собирай, не хочу. Можно приехать домой с целым чемоданом. Это звездочки бадьяна, очень красивые. Я их завариваю в чай. Бадьян в целях экономии можно купить тоже не во флористическом салоне, а в отделе со специями. Ароматы Рождества, очень вкусный чай получается, попробуйте. А это у меня сушеные дольки мандарина и яблоко. Тонко режете, отправляете на батарею центрального отопления, и за ночь они высыхают. А это плоды лайма, но они уже высушены целиком. Сделать это совсем несложно. Делайте надрезы канцелярским ножом, естественно, не доходя до макушки. То есть до конца не прорезаем. И также отправляем на батарею. Высыхают они приблизительно в течение недели. Но эти надрезы могут смыкаться. Вам нужно будет следить и эти перегородки отделять, чтобы у вас были красивые плоды. Это желуди, искусственные плоды. Стоит эта веточка недорого, где-то приблизительно 80 рублей. Но лучше бы я, конечно, набрала натуральные. Это корица. Также продается в отделе специи. Я ее буду связывать вот в такие небольшие пучки при помощи натуральной пеньковой веревки. Вот, кстати, эта веревка. А еще у меня есть лотос. Это оставшиеся коробочки, из которых уже высыпались семена. Ну и еще есть искусственные фрукты. Мне кажется, что вот такие заснеженные ягодки, фрукты сейчас можно купить в любом отделе с украшениями для Нового года. Я хочу сделать венок в мягких, теплых, природных тонах. Единственное, в принципе, что здесь будет напоминать Новый год, это золотые шарики. В зависимости от срока хранения, мандариновые дольки или апельсиновые будут приобретать разные оттенки. Сначала они натуральные, потом темнеют, а через полгода и вовсе становятся вот такими вот бордово-коричневыми. Я начну с пробок от вина. Наношу клей и приклеиваю к венку. Показываю вам промежуточный результат, что у меня получилось с пробками. Пробки я клеила в основном по внешней и внутренней стороне, чтобы венок стал немного шире. Теперь поговорим о форме. Что можно сделать? Например, самые тяжелые, то есть самые массивные какие-то элементы декора можно расположить внизу венка. Дальше средние и к краям сводим самые мелкие предметы декора. Можно поступить наоборот. Наверх клеим самые крупные элементы и спускаем к низу самые мелкие. А еще можно сделать форму полумесяца и какую-то, например, часть лозы оставить просто не задекорированной, то есть в первозданном виде. Поэтому заранее определитесь, какую форму вы хотите придать своей композите и строго ей следуйте. Я хочу утяжелить низ венка. И самые крупные предметы декора это у меня шишки. Это шишки кедровые. Я их купила на рынке, где продают фрукты, орехи. Крепко прижимаем шишку к лозе и ждем, когда клей немного остынет, чтобы он схватился. Альмур пластиковую виноградную лозу очень кстати приятная такая силиконовая я разрежу на пополам она слишком массивной лучше я приклеив двух или в трех местах я приподнимаю венок и пристраиваю какие-то элементы смотрю как они сюда впишутся по-моему вот здесь идеально давайте подходите поближе посмотрите я крупные элементы уже подбила более мелкими то есть забила все пространство а у меня тем временем дела потихоньку продвигается и мой венок в принципе уже приобрел очертания основная тяжелая часть практически собрана и теперь вверх я увожу самые мелкие элементы скорее всего у меня будут просто цитрусовые мой венок практически готов попрошу настю снять поближе чтобы вы смогли рассмотреть все детали так как венок у нас все-таки рождественские праздничные то я хочу сделать к нему бант праздники новогодние подразумевает что-то яркое поэтому вполне можете смело брать красную ленту и крепить этот бант есть еще вот такие интересные по цвету ленты они более спокойные вот на мой взгляд вот эти ленточки сюда подходят уже лучше еще один вариант вы можете накрутить бант из большого количества пеньковой веревки кстати будет очень интересно но у меня фаворитов сегодня будет кружева посмотрите какой интересный оттенок он очень подходит для этого венка и смотрится празднично я собираю ленту ступеньками крепить банты собирать их также можно при помощи проволоки чтобы повесить венок нужно крепление и я точно также сделаю его из проволоки у меня все готово принимайте работу и мне хотелось вам показать не банальный вариант но самое главное очень хотелось чтобы вы поняли что сотворить такое можно собственными руками мне для этого понадобилось полтора часа поверьте мне такая готовая композиция во флористическом салоне стоить будет очень дорого эта композиция прослужит вам долгие годы здесь ничего не портится но если вдруг она вам надоест это всегда можно разобрать много здесь очень интересных деталей из которых можно собрать нечто новое а также такие композиции ценится за оригинальность ну невозможно собрать два одинаковых венка если из этой композиции мы уберем праздничные новогодние шарики блестящие то она уже может быть все сезонной и что немаловажно когда все это дело у нас с вами запылится через год можно отнести в ванну и помыть под душем хорошо просушить у вас у меня друзья просто сходят с ума от счастья когда им такое дарю но это я не повторю это я оставлю себе как видите я не пропаду у меня есть много профессии мне кажется лет 15 назад я даже занималась тем что оформляла коттеджи к новому году так что дерзайте и если вам интересно эта тема пишите под видео комментарии я в принципе могу продолжить